Здравствуйте, меня зовут Ирина Фадеева, но я, наверное, поддержу Александра Белова, потому что я человек, который изучает само себя. Потому что, когда мне было лет 12, я всегда задавалась одним и тем же вопросом. В человечестве живёт многие миллионы лет. Почему каждый раз люди проходят предательство, любовь, измену, ненависть? Почему мы каждый раз проходим одно и то же? То есть логически рассуждаем, мы должны были всему этому уже научиться и уже не повторять эти уроки. Я не могу сказать, что я получила стопроцентный ответ на это. Но я могу сказать одно, что в моём развитии самопознания и тех знаний, которые приходили, то я понимаю, что они все так однозначно. Потому что я создана по образу и подобию Божьему. Значит, у меня уже есть изначально по факту рождения связь с Богом, с Высшим, с моим Высшим Я. Для меня удивлением стало, сколько людей не знает, что есть душа. Для меня было откровением, когда человек не знает, что у него есть душа. То есть такие люди есть, понимаете? Опять же, вот этот момент, они для чего-то есть. Я понимаю, что мы здесь на Земле приходим отработать свои вот эти вот круги сансары и меняемся жизнями. И мы можем быть на той планете родиться, потом прийти здесь и опять вот так вот гулять. Я понимаю, что таким образом Бог познаёт через нас самих себя. Потому что каждый человек уникальный. Одна и та же ситуация. Из одной и той же ситуации каждый человек найдёт один выход, разный. И опять у нас у каждого все изначально уникальные ситуации. Поэтому каждый из нас несёт индивидуальный сценарий развития. Индивидуальный сценарий выхода из какой-то той же ситуации. Индивидуальное развитие в том плане, что он подумал, какие убеждения он вытащил из этого. Какой опыт он приобрёл, да? Я понимаю, что в этом каждый из нас уникален. И одновременно мы живём на огромном корабле планеты Земля. И где каждый из нас микро-макрокосмос, который влияет. Потому что моё духовное развитие влияет на мои космические тела. И одновременно я влияю на всё пространство. Как бабочка одним крылом махнула там, а другим, так сказать, пополучила сайфон. В этом плане опять продумать. Ведь смотрите, вот как я вижу, как сейчас развивается ситуация. Я прошла Советский Союз, где нас были нравственные фильмы. Я рада, что я в своё время сыну показывала эти фильмы, потому что мы сейчас лишены вот этого всего. И из нас выбили вот эту вот почву из-под ног. Из нас выбили 30-летние поколения, которые, ну, как родители воспитали, не воспитали, у которых нет вот этих моральных ценностей, к которым мы пришли. Сейчас мы видим, как моральные ценности выбиваются для того, чтобы, ну, в конце концов сократить человечество. Да, опять же, мы видим этот зомбо-ящик, где из 10 новостей это было, да, и 7 негативных. Это опять нам заставляет, чтобы мы выдавали свою чистую энергию, скажем так. И с одной стороны питали низшей какие-то миры, а с другой стороны мы же отвлекаемся от своих личных целей. И таким образом опять всё так неоднозначно. Как смотрю, как, я смотрю, как сейчас меняется мир, да, через ломку меняется, да, я смотрю, как, опять, каждый человек из нас винтик. Но этот винтик – мыслящая машина, у которой есть тело, а тело, между прочим, это храм души. И здесь, на земле, я в этом теле, и мне дали этот путь пройти контракт и душу. Мы уже заранее знаем, что мы сейчас получим, и мы заранее знаем прописанный сценарий. Да, мы можем менять, но я понимаю, что тело знает всё, потому что через тело, через информацию о хронике Акаши я получала информацию про своё воплощение. Значит, у меня есть и то, и то, и то. В то же время для меня душа – это алгоритм нравственности. Но опять мы каждый со своим путём прошли. Я в этой жизни получила один опыт, я наработала в тех жизнях один опыт. А кто-то пришёл вообще как молодая душа, и она должна накосячить, она должна получить свой опыт. И опять мы разные, потому что мы соприкасаемся с этими людьми, для того, чтобы каждый вышел на свою ступень развития. В то же время, я понимаю, что… Сбилась. Сейчас. Ну, каждый имеет право косячить, потому что мы приобретаем опыт, да, мы как бы не косячим, мы получаем опыт. Это как из одного опыта мы… Несколько вариантов развития. По поводу мысления, вот вы мне напомнили, да, вот смотрите, сейчас идёт «думай, о чём ты думаешь», да, потому что сейчас сила мысли сильно-сильно работает. У каждого по-разному, кто-то даже этого не замечает. И поэтому, вот вы говорите про астральную, если во мне нет нравственности, я же могу силой мысли так накосячить, что «й-й-й-й». Потому что сейчас мир, одни хотят этой ядерной войны, им наплевать, как будет дальше, а другие не знают, как с этим делать. И мы опять, каждый выбирает свой путь по совести, каждый выбирает свой по своему уровню развития. И, наверное, по политике, потому что народ где-то там, вот эти самые наши винтики, которые, ну, которые идут, погибают. Другой стороны, я понимаю, что погибают многие воины света, и они разделились в этой жизни для того, чтобы погибнуть. И они пришли для того, чтобы отработать свою карму, и для того, чтобы, может быть, родиться в следующем воплощении, как вы говорите, да, более другими. Сейчас приходят уникальные дети, которые уже имеют огромный информационный материал. И поэтому сегодня так однозначно, мы такая большая, огромная мозаика, и мозаика планеты Земля, и одновременно планеты, которые в космосе, да, которые взаимодействуют с разными планетами, разными мирами. Мы настолько многогранная структура, что нас нельзя вот так вот взять и вот, ну, вот пять пальцев, да, вот как мы можем, вот так, как психолог говорил, да, что мы вот не можем, нас нельзя поделить по кусочкам, да. Один палец видит одно, другой палец видит другое, да, а всю картину в целом, наверное, двести пальцев или двадцати пальцев видит сам Бог. Поэтому в данной ситуации моя задача развиваться так, чтобы мне, называется, не было стыдно за бесценно прожитые годы в том плане, что где я предала или не предала, да, где я поступила по совести. Это тоже мой опыт, потому что у меня был личный опыт, когда я поступала по совести нелогично, и одновременно опыт, когда я знала, что я поступлю как по логике и против совести, я получила, я получила свой опыт. Я сам развивающаяся система, и каждый из нас сам развивающийся. И поэтому в данной ситуации мы сегодня одни, а завтра мы другие, а послезавтра мы третьи. Поэтому нас нельзя вот взять вот так вот и как-то вот, ну, как кубик Рубика, вот сложить, все сложили и все, да. Кубик Рубика, он тут же, он сложится и тут же он гармонии нарушится, потому что развитие постоянно, да, развитие через смерть для того, чтобы заново начался новый период. И поэтому по поводу нравственности для меня это очень важно, потому что духовность, это про мою нравственность. Это не как я думаю, а как я думаю в соотношении с моей душой. Если я поступаю по совести, то я духовна. Если я в этот момент, я понимаю, что я делаю, я разрушаю миры, то тогда это не про нравственность, не про духовность, согласны? Вот, понимаете? Поэтому здесь все зависит от личной меня самой, как я это сделаю, как я в завтра это сделаю, и какой я для себя сделаю вывод, что я вот этого больше не буду делать. Поэтому мы настолько все относительны и настолько все едины и целы, и в то же время, да, вот это я понимаю, что у меня, моя задача, да, научиться слушать себя, слышать свою душу, общаться с ней, да, общаться со своим Высшим Ям, потому что через Высшее Я мы связаны и с нашими другими Высшими Ям. Мы получаем информацию, опять, даже интуиция, когда нам надо что-то, мы всегда, вы все знаете, мы можем либо услышать от кого-то, либо по телевизору, мы всегда получим информацию, мы всегда получим ответ на наш вопрос любыми способами. Это значит, что мы всегда на связи с чем-то большим, то, что нас курирует, в конце концов, у нас есть ангелы-хранители, у нас есть духовные наставники, у нас кураторы, и они тоже могут меняться. И я четко это понимаю, потому что я это пропускаю через себя, я пропускаю через многие знания, через свой личный опыт, и таким образом я говорю то, что я уже, во что я верю, что я понимаю через себя. Вот, поэтому, что-то надо мне еще сказать, я завершаю. Поэтому, да, мы действительно огромный большой корабль землян, у нас есть высшие духовные силы, которые нам помогают для того, чтобы земля не разрушилась. С другой стороны, опять, ну, цивилизации разрушались не один раз, а действительно из-за нравственности, из-за многих других процессов, и опять из-за одного бы переходило бы в другое. И, в конце концов, вот, про Серафима Саровского и Сергея Радонежского, кто знает, кто из нас был в тех жизнях, в тех воплощениях и на каких планетах мы могли быть сами планетами, мы могли быть в этих плазменных мирах жить. Мы здесь воплощались не один раз, поэтому мы здесь, опять же, мы приобретаем каждый раз, каждый раз опыт. Опять же, мы рождаемся в разных родах. Значит, я получила в этом роду один опыт, в этом другом, мы можем соединяться, мы можем в каждом роду рождаться, ну, вот, не один раз. Я четко понимаю, что я сама себе прабабушка, я вот четко, у меня есть такое знание по самой себе. Поэтому мы настолько многогранны, но по поводу будущего, то в будущем, да, мы идем, мы идем слушать себя, потому что в каждом из нас есть свет, в каждом из нас есть любовь. А раз мы по образу и подобию Божьему, то Бог есть любовь, и Бог есть свет. Значит, нам просто задача, значит, раскрыть себе это, да, опять мы иногда через тьму должны пройти, чтобы получить свой свет, потому что если мы не знаем, что такое ночь, мы не познаем день, да, и у нас нечем сравнивать. И поэтому опять мы приходим развиваться, мы приходим этот накопленный опыт души и переносить в следующее поколение, или там в хорнике Акаши как опыт записывается, который для всех, и огромная библиотека, где мы можем это все получить. Поэтому вот про образ будущего, я понимаю, что вот сейчас идет ломка, и сейчас идет огромная ломка разных поколений, разных систем. Люди выходят из страха, потому что либо ты в страхе, либо ты в любви. И как меняется миропорядок. Я за этим мало смотрю, но я иногда восхищаюсь как вот этим, хотя иногда очень злюсь, потому что хочется, знаете, как я мечтала в жизни, в детстве быть волшебницей, волшебную палочку и мир во всем мире. Вот я миротворец по своей сути. Вот, поэтому все не так и однозначно, но с другой стороны, наша задача научиться соединяться с собой, слышать себя и развиваться в том направлении, для чего пришли, создавать какие-то творческие варианты, научные варианты. В конце концов, просто общаться с людьми, как мы здесь общаемся. Мы обменяемся энергией, мы рады друг друга, мы спорим, мы ищем какие-то точки соприкосновения, мы ругаемся, мы там, иногда бывают дебаты. Главное, чтобы мы искали какие-то точки соприкосновения и приходили к чему-то. И главное, к огромному уважению друг к другу, как душу друг к другу, потому что мы общаемся не только голосом, мы общаемся слухом, мы общаемся телами, мы общаемся осязанием, мы общаемся сердечной, чакрой, не общаемся, да, мы общаемся вот этим знанием своим или незнанием, или гордыней, или эго. Опять все-все зависит от того, кто мы и какие мы на данный момент, потому что я сегодня могу быть такая, а завтра я могу быть другая, но как раз и смысл в том, что мы развиваемся. Но в то же время, видите, вот все равно мы все проходим, и поэтому мы проходим, каждый из нас проходит, как правило, да, я так понимаю, что ты сейчас все столкнулись с предательством, согласны, да? Какой-то в разной степени, кто-то там прошел максимум вот этого предательства, у меня там тема одиночества, например, она из тех жизней мне так тянется, я так, тема прощения одиночества в этой жизни, у меня так в разных вариантах, я так как ее личный такой опыт, да, видимо, моя душа выбрала этот опыт пройти сейчас. Для того, чтобы другим людям помогать проходить этот опыт. А можно сказать, путем людей, товарищи? Каким путем? Верным. Верным. Ну, все зависит от нас, насколько мы готовы. Но раз мы здесь, огромное количество людей, которые думают об этом, о спасении планеты, о том, чтобы сознание людей развивалось, повышалось. Я знаю группу людей, которые на планетарном уровне работают, и таких людей много. Надо к ним обратиться, они скажут нам, какое будущее будет. Ну, начнем с того, что, смотрите, мы свое будущее создаем сами. И если мы сами будем создавать на нравственной основе, то мы как круги по воде. Чем больше мы будем повышаться по вибрации, тем быстрее мы на нижних планах будем менять реальность. Поэтому все зависит от меня, где я и как я иду, и что я с собой делаю. Поэтому все-все в наших руках, а так как мы образоподобие Бога, то мы все творцы, и мы все очень-очень огромные, огромные мега-вселенные. И, в общем, каждый из нас действительно... Либо ты со своей вселенной дружишь, или ты не дружишь. Все, благодарю. Ну и можно отказаться от собственных утверждений. Продолжение следует...